Всем привет! Добро пожаловать на канал Mama's Beauty Blog. Если вы иногда смотрите видео на моем канале, особенно обзоры косметики, то знайте, что я предпочитаю эко-косметику, которая обладает натуральными составами и стремлюсь во всем к такой, ну в общем, поменьше синтетики, побольше полезных веществ различных, которые не закупывают кожу, не приносят вред здоровью, ну и в частности экологии, но больше не заботятся все-таки здоровью. Ну так вот, сегодня у нас будет обзор эко-лака. Да, такие существуют. Фирма Тинт Перри называется покрытие лак, которое обещает вам абсолютно безопасный, абсолютно безопасный эко-состав. В общем, чем эко-лаки вообще в целом отличаются от обычных лаков? Есть такая формулировка, как 3-фри, 5-фри, 5-фри или 7-фри. Что они означают? Они означают, что эти лаки не содержат либо 3-х агрессивных вредных веществ, сейчас я буду перечислять здесь какие, либо не содержат 5-ти агрессивных веществ, либо 7-ми агрессивных веществ. То есть эти лаки максимально освобождены от вот этого вреда, который могут эти вещества нанести вашему здоровью, силу своего состава, запахов и так далее. Визуально эко-лак, в принципе, линейка у них довольно прикольная, они выглядят довольно хорошо на раскладке вот этой вот ногтевой накрашенной, то есть они действительно привлекли мы внимание. Цена конкретно у этих в магазине эко, в котором я обычно покупаю, составила порядка 500 рублей, то есть, ну, наверное, чуть дороже, чем обычный лак, но в целом вполне бюджетно, как любое обычное эко-средство, которое вы покупаете, будь то для лица или там для рук и так далее. Оттенок я хотела очень светло-нежно-розовый, но из того, который вот мне понравился, он немножко с таким отливом, не знаю, здесь видно, нет такой, видите, отливашечка такая вот. Ну, назывался он Париж, для меня символично, в общем, ладно, я остановилась на нем. Он свежего изготовления, буквально вот июля 21 года, то есть он не какой-то там заскорузлый, засохший и так далее, я от него вообще, честно говоря, ожидала много чего. Это российский иртыш, срок годности 36 месяцев, хранится при температуре от 0 до 22 градусов. У них есть сайт tinnberry.com и с вскрытия он годен 12 месяцев, об этом есть отметка на упаковке. На вид он обещает быть нормальным. Мне, в принципе, от лака достаточно, чтобы он хорошо, легко ложился, хорошо растекался, хорошо застывал и не пузырился. Тут еще и эко-застав меня, конечно, заинтересовал и заинтриговал. Я разочаровалась от и до в этом лаке полностью. Сейчас расскажу, почему. Когда вы накрасите его в один слой, вы увидите, что этого, мягко говоря, недостаточно. Во-первых, он недостаточно какой-то жидкий, чтобы он хорошо лег по вашему ногтю, легко так, как тот же Салли Хансен, взял и растекся. Такого не будет. Затем второй слой, все равно какое-то нанесение такой вот, ну, густой лак, знаете, как размазывать по ногтям, это вообще не очень. Значит, в итоге мне пришлось нанести его в три слоя, чтобы он более-менее нормально лег и вообще нормально смотрелся, как такой густо положенный, хороший, нормальный лак. Потому что все равно мы все привыкли к эстетическому восприятию гель-лака, визуально хочется что-то подобное воспроизводить. Он обещает до шести дней без сколов. В общем, через несколько часов лак вспузырился. Это при том, что я прекрасно знаю, что лак пузырится от того, что вы его вот так трясете перед нанесением. И так делать не нужно, нужно очень аккуратно крайне размешивать там как-то лак, да. Итак, в пузырях было все, это было очень все некрасиво. Я сказала, ладно, я затем так и быть пересплю и на следующий день его сниму. На следующий день была самотоха к первому сентября, подготовка последняя. И тут оказались вообще самые интересные вещи. Во-первых, сколы появились уже на следующий день первые, причем они появились со всех концов, с которых только не могли появиться. Никакой стойкости, шесть дней речь здесь не шла. И, во-вторых, оказалось, что не так-то просто этот лак снять. То есть сначала я мучилась, я стерла, буквально вот у меня до сих пор еще не установилась кожа на этих пальцах. Я ее стерла от жидкости, потому что я пыталась, три пальца я удаляла минут, наверное, тридцать-сорок. Потом я поняла, что что-то я не так делаю. Вспомнила, что можно спилить, как по типу гей-лак подпиливать сверху. В общем, я жесткая, хорошая пилка сверху, проплачь по всем ногтям. Только после этого уже еще купила другое средство, мне пришлось ходить купить, который какой-то помощнее. В общем, сложно все это было. Сняла я этот лак и больше я его... Ну, в общем, короче, выкинутые на ветер, 500 рублей, называются вот так. Для меня отзыв такой, эко-не-эко. Уж если мне нужен будет лак, я все-таки куплю обычный лак, бог с ним, видимо, с формальдегидом и так далее. То есть, ну, гей-лак, честно говоря, я замечаю, мои ногти от гей-лака портятся. Я не знаю, как у вас, если мне хронически носить несколько раз подряд, я замечаю, что у меня сами от природы ногти очень-очень жесткие, такие сильные. Если с гей-лаком, то они прям заметно становятся более мягкими и то, что они постоянно под ним находятся. То есть, все равно свои недостатки у гей-лака есть очевидные, отдыхать от него нужно, но вот не таким способом. Поэтому для меня этот вопрос закрыт. Я надеюсь, для вас был полезен отзыв, если вдруг вы собирались его покупать. Ну и производителям большой привет! Что-то, здесь не так, что-то пошло не так. Вот. До встречи на канале с новыми обзорами. Им посвящен отдельный плейлист. Я сейчас здесь оставлю на него ссылку. Подписывайтесь, ставьте лайк, если вам было полезно, и до скорых встреч. Пока!